В рамках года охраны окружающей среды в Республиканском эколого-биологическом центре отметили Международный день птиц. На весенний праздник были приглашены дети из сыктывкарских школ, которые приняли участие в игре по станциям «Птичкин день». Юные орнитологи узнали об истории праздника, его традициях и о том, как ухаживать за пернатами. Вместе с детьми подготовилась к встрече перелетных птиц и Нина Чешкова. Вот здесь они большого размера, их можно повесить на дереве. А вот здесь маленькие макеты, и они каждый для какой-то птички. Для Дрозда, Синицы и Стрижа. Каждой пташке свой особенный скворечник. Похожие здесь знают о пернатых все. Сотрудники эколого-биологического центра много времени и силы дают заботе о птицах и учат этому молодое поколение, чтобы сделать мир добрее. Они умеют делать поделки, учатся делать, кормят птиц, ухаживают. Минимум материалов, ловкость рук и птичка-невеличка готова. На станции юнатов уверены, именно таким способом можно завлечь весну в дом и воспитать бережное отношение к природе. Я научился делать жавор на кисбумаге. В арсенале ребят много новых умений. Опознать пернатую по силуэту в небе, собственноручно изготовить традиционную тряпичную птицу или бумажную в технике оригами для них не составит труда. Но главное, что усвоили дети, это традиционная подоплека праздника. Теперь они точно знают, лесна от них никуда не сбежит. Хотя традиции его уходят далеко-далеко в наше прошлое. Еще наши предки встречали весну за кличками, выпекали различные жаворонков и тем самым встречали весну. Вообще образ птиц, он тоже там присутствовал. Сотрудники эколого-биологического центра считают, их труд не напрасен. Им сегодня удалось привить юным сердцам любовь к тем, кто слаб и беззащитен. Здесь надеются, что вскоре парки и скверы города станут для птиц уютным домом. Нина Чешкова, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.